С вами снова вечерний покер. Борьба продолжается. Кто же у нас в игре? Не только певец, но и муж. Певицы Эльвиры Т. Александр Гречаник. Честно, 6 вырвалось. Я не хотел 6. Я хотел 4 сказать. Почему сказал 6? Участник первого сезона шоу «Открытый микрофон» Сергей Горох. Инста-кол. Как же я не люблю такие колы. Не только профессиональный игрок в покер, но и совладелец диджитал-агентства Константин Квашин. Я эти руки целовал. И вот это просто. Он играет в покер уже 15 лет. Человек, который прошел отборочное сито. Иван Борисов. Сейчас меня напугали. Актер, телеведущий, писатель Лаша Чургулья. Очень убедительно. Спасибо большое, братья. Спасибо. Битва за главный приз продолжается. Вечерний покер. Я думаю, сейчас медицина на таком уровне. Кстати, вот у Кайри, который из Голден Стейта, у него голеностопы жесткие, стеклянные были. И вот сколько он играл. И потом, ну, какая-то система тренировок была выработана именно под его голеностопы. И он больше не ломался. То есть у него голеностопы вылетали постоянно. Но система тренировок, закачивания ног, я бы не знаю, еще чего-то. Ну, то есть он все, он перестал. Интересно, какая система тренировок в покере у ребят? Это вот интересный момент с точки зрения медицины и того, что делают со спортсменами. То есть когда какие-то есть приспособления, которые прокачивают твои физические элементы. Ну, это же не допинг, но как будто бы все равно то, чего нет у других. Это делает тебя сильнее, стабильнее. То есть вот как к этому относиться? Ну, почему? Ну, это максимально профессионально. Потому что вот Леброн тот же, он вкладывает много миллионов в предсезонку, в свое тело. И поэтому до сих пор он в 40 лет данчит. Жордан в 38 уже не данчил, например. Приходил на дискотеку и стоял просто. Как ты понимаешь эту игру? С Рейсом. Рейс 3-500. А кто у нас чип-лигер? Да, понятно. Меня подставили. Просто не все, а все. У меня у Вани там был 180, да, у Костя блестит. У меня гордая тридцатка. Еболь. Тридцатка. Нормально? Да. И по возрасту? Как возраст женщин, которые мне нравятся. Ну, хотелось бы нарастить сталина, да? Чуть-чуть. К пенсионному возрасту приблизить. Про женщину сейчас сказал? Да. Ну, получается, как тебе надо к Милфию бегать. Ну, напомню, что мы в первый час потеряли, к сожалению, Илью Макарова. Больше всех фишек аккумулировал у себя Константин, что логично. Как-то робко было. Хоть он и претворяется полупрофессиональным игроком. Ну, так оно и есть. Жили и пять. С технической точки зрения это не единственный источник заработка. Пять баллов. Но в покер он тоже, судя по результатам, играет в плюс. За себя и за того парня защищаюсь. Слава за двоих. Ну, с другой стороны легко понимаешь, что там тузови, просто играешь против тузов и все. Чек. Ваше слово чек. Ну, ладно, короли. Ты один? Пять. Пять тысяч баллов. Ты не один, ты с нами. Ты сможешь на нас положиться всегда. Чего ты один? Ты не один. Хорошо. Да, сейчас кто-то залетит, махач начнется, мы за тебя впишем сообщение. Блин, спасибо, пацан. Очень приятно. Ты не держал. А махеры какие-нибудь прибегут? Ты начнешь? А машисты дай, наверное. Большой рейс дал Александр до флопа. Пять тысяч на блайндах, пятьсот тысяч. На флопе поставил пять, на терне опять ставит пять. Ну, на терне уже Константину совсем легко платить. Чек. Чек. Есть. Есть. Так. Ну, вроде опять нажимаем колл, смотрим, что там. Когда знаешь, что у человека за рука, если оно плотит. Константин ждет там более сильно. Меня? Да, ты скорее... Ты же видел, как я играю. Не, ну я, кстати, когда знал, что там валеты ушло на кем-то, я скидывал, средняя пара. На этом не хватило ума. Ты ж никогда не дофлопил. Серег, ты тренеру позвонил? А, в пульс. Да я не хочу вообще. Я не даже рассказываю. Да. Александр блефует очень часто, но Константин этого не знает. Выкинь, выкинь. Вот это Ильюх, он мне смутал мою игру. Вот ты думаешь, да? Вроде пульс. Думаешь, либо ты нервничаешь, либо это обратная фигня, типа у тебя нац. Я вот говорил, Константин сходил, с уверенными с этим. Как будто могу выбросить. Ну просто ставка такая. У меня так с футболками размера М. Я такой, знаешь, вроде могу походить, могу и выбросить. Вот они что-то место занимают, что-то. Хороший. Да ладно. Думаешь, блеф? Я не блефал. Я не блефал. Полегче стало. У тебя было что-то? Было. У меня был хороший валет. Думаю, что все-таки Александр блефовал. Купить еще к нему. Не купил. Потом уже просто пятерку оплатил, потому что в банке уже типа 20 тысяч. Подумал, что можно. А натерне просто сдался. Трус не играет в покер. Да, Серега? Конечно. Интересная раздача. Со стороны смотришь, как здесь можно было туза валета выбросить. Но я помню, как я за этим столом играл. И против Анатолия Цоя тоже выбросил, кстати, сильного валета. А оказывается, что он ставил с валетом слабее. Сначала переставлял натерне и добирал. Против любителей тяжело играть. Нужна подстройка. Кручим. Ой. Кручим. Ничего. Две пятьсот. Тарас, две пятьсот. Кол. Кол. Инстакол. Какой быстрый макар. Как же я не люблю такие колы. Какой быстрый кол. Какой быстрый кол. Инстакольная ситуация получилась. Быстрый кол. А мы тоже кол. Быстро, типа. Инст. Быстро, мгновенно. Не думая. А инста это переводится как... Инста это запрещенное организование. Да, в российской сезоне. Запрещенное организование. Я только это и знаю. А что? А, такой мне нравится. Поздравил. Ну, если вдруг кто-то не знает, то для зануд поясню инста от слова инстант. Моментальный. Чего себе. Любопытный флоп. Старшая пара у Сергея, двусторонку у Александра. И флэш-дрой единственное живое у Лаши. Ну, плюс гадшота. Два. Начнем с чека. Начнем с чека. Чек. Чек. И Лаши, как ни странно, здесь смотрится фаворитом, да, с комбинацией Король-Хай. Ну, потому что дама ему дает стрит. Стрит-флэш собрал на турнире один раз. Восьмерка дает стрит. Который снимали. То есть это... Нет, такое, что я... А где это турнир, правда? На медиапокер был в Сочи. И до меня два или три чека улын ставят. Писаешь, а у меня... Теплее ванны ты не встречал. Стрит-флэш, да. Как же хорошо мне было тогда, господи. У Лаши стрит-флэша нет, но есть флэш, и он точно выиграл эту раздачу. Если до шоу-дауна дело дойдет. Слишком мало у меня. У меня тоже есть пара раздач, которую хочется пересмотреть, знаешь, лишний раз. Когда упадок сил или настроение. Были хоть трясутые. Понимание какое-то. Слабенькое. Ну, просто вообще не было тут. У меня нет, не только. У меня была семерка. То есть там, если восьмерка была бы, то стрит-флэш был бы. Получается, повезло нам всем. Хотелось посмотреть. Повезло, что немного заплатили. Сергею пора выигрывать раздачу, но он ничего плохого не делает. Король валет нужен был открывать с его стеком в 30 больших блайндов. А после флопа действительно нужно уходить в защиту. Ну, а по выходу четвертой трефа надо сдаваться. Ну, конем. Колом. Не делает. Чек. Чек, да. Соблазнительно было, конечно. Слава у вас выдает к этому. Аж слабым. Класс. Класс. Сколько? Двое. Чек. 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 Совпадение здесь есть только у Лаши. Но Александр атакует силой диапазона. Каждо флопау лучше было давать рейс. Но Лаша здесь вряд ли сможет терпеть с третьей парой. Я хочу увидеть еще одну карту. Кол. Кол. А кубка одной карты. Ну что? Ух ты. Бродвей. Ух ты. Мне нравится вот эта карта. Нравится? Мне вообще не нравится. Мне нравится. Ну видите, я был неправ. Лаша не сдался на 70% банка. Чек. Четыре. Четыре. Немного. А, четыре. Четыре. Или она заблефовала, получается. Можно заплатить. И ты такая. Четыре. Вот здесь Александр точно блефует. Если у нас в раздаче с восьмеркой могли быть сомнения. Не хочу. Тем интереснее Константина будет смотреть с картами. Эту трансляцию. После его размышлений вслух, что Александр вроде как никогда не блефует. Я в Калининграде не играл. Ну, не ошибка. Ну, просто я из Калининградца. Ой, вообще не ошибка. База, да. Там прям хорошо. Я там не живу просто домой, когда приезжаю. Ну, мне очень нравится. Мне, кстати, из Минска. Я в Минске никогда не играл. Весь этот край Калининградский. Да, все хорошо. У меня просто тогда не было денег. Можно прям место силы придумать и приезжать туда. Потом, когда деньги появятся, я уйду. Кальян на янтаре. Все на янтаре. Беляши с янтарем. Он везде. Три тысячи рейс. Рейс три. Беляши с янтарем. Я был в этом музее. Янтаре в Калининграде. Красивная история. Рассказа. У меня жена на станке там сидела. И что-то там нажимала. И что-то там его шлифовала. Шесть. Раз шесть. Раз. Кол. Кол шесть. В смысле кол. Кол-кол. Точно? Да. Кол-кол. Ну, Константина здесь не столько кол Александра пугает, сколько плоский трибет лаши. Ну, у него такая рука, которая спокойно тоже играет здесь кол. Туздав мастевые, мультивые нас не пугает. Мне это не очень нравится. Все, что сейчас происходит. Буду откровенен с вами. Хорошо. Но сет семерок я купил. Чек. Чек. Чек, брат. Чек. 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 А, хитрый парень. Я люблю. Хитрый парень в огне не горит. Хитрый парень в воде не тонет. Хитрый парень в воде. Хитрый парень-то как раз в шапке Брюинс. Напугал своим спичем соперников. А вы все свое-то свое. А что? Все, ребята, это походу дележка. У всех одинаковые руки. Прикинь? Я тоже так себе думаю. Прикинь, какое может быть реально вообще. Чек. Чек. Ну, надо было лаше где-то поставить. Нужно было поставить в лоб. Но я думаю, что рассказ про сет-себерок Константина его припуганул. Господи. Я эти руки целовал. Это я не нацелую. Мою машу шмокнуто, ребят. Но это будет ошибка. Как я на этом катамаране дисперсии объезжал. Воронки все. Охабы эти все. Пожалуйста. У вас 500. Блин, да что я в сет-себерок хочу поставить? Никто. Сделать игру дороже. Иван, а вы откуда? Чебоксан. Знаю. Знаешь? Конечно. У меня карта всегда в детстве висела. Пас. 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 Они заходят жестко. Сдаться не ошибка. Да почему сдаться? Давай 6. Давай 6 тысяч. Забери 500. Да. Так, соблюдем формуность. 6, да? Это пас со стороны Константина. Такой защищать на такой размер не будем. Я не могу заплатить 5000 за 12 банк, а это не выгодно для меня. То есть ты хотел бы поиграть, я бы, конечно, как реверанс бы принял, типа, 2. Блин, на следующий раз? Давай, да, вот сейчас как будто договорился на берегу. В следующий раз поменьше сделаю. Я просто регион. Я 95-й регион просто. Честно, 6 вырвалось, я не хотел 6. Я хотел 4 сказать. 4? Ну, 4 уже можно договориться. Как будто. Но не с этой рукой. Здесь еще антенни нет. На 6 не стояли точно. Так, по пульсам у нас Константин почему-то подрос. Илья почему-то... Ну, ладно. У Саши подрос. У Саши вообще 40-60 было. Я себя чувствую точно так же. Мне кажется, там... Слушай, блин, можно было? Ну, потому что поели, может, перекусим. Может быть, да. Саша много блефует, поэтому, я думаю, пульс поднялся. Хотя я чувствую себя так же. Так же, как пульс? Так же, как пульс. Раз. Раз. Итак, господа. Наведем, так сказать, в зону карты. Заплатим. 500. И все. Чек. Благодарю за чек. Буду должен. Мы тебе напомним. Да, чек явно Константину по нраву. Старшая пара. Непонятно, что сайзинг сейчас будет. Смотрите. 1500. 1500. Ну, у Ивана есть гадшот. Можно заплатить в такой большой глубине. Ну, сейчас Макар бы за такую игру душу отдал бы. Конечно. Да, да. Просто первый раунд был... Вот так вот. Когда недорого. Да. Поставлю очень маленькую ставку, потому что у меня очень сильно. И я вас всех предостерегаю просто этой ставкой. Надеюсь, вы меня правильно поймете. Константин прав. У него действительно очень сильная гадшот, совпадение, флэш-дро. Но Ивана сейчас сильнее. Друзья, я хотел вас за 500 отпустить. Я вас хотел, друзья, отпустить за маленькую цену. Но вы не из тех ребят, которые выкидывают. Я понял. Хорошего Ривера, ребята. Инвестируем в тебя просто. Могу 500 поставить? Тогда чек. Чек. Ну, Ивану надо уже добирать. Можно было и на терне небольшой рейс рассмотреть. 2500 ставка. Задача придумать блефы здесь Константину. Могли по какие-то у Ивана быть блефы? Мне кажется, там подкрутили. Ты знаешь, ты сказал об этом тебе раз. Ну, по дефолту такими размерами не блефуют. Вдруг там еще десятка слабее окажется. Гадшотный. Гадшотный балетик. Что настроение испортилось? Костя, вот ты когда говоришь, там хороший пас или хороший, типа, сайзинг, ты же искренне это говоришь? Просто ты когда мне сказал, вот хороший сайзинг, я в душе, типа, у меня там бабочки такие залетали, что меня похвалили. Но если это было не искренне, я так расстроюсь. Но скажи мне правду, пожалуйста. Ну, я не могу сказать тебе правду, поэтому да, искренне. Спасибо. Ты реагируешь, да, на такие вещи? Да, приятно, конечно. От профессионала слышать, что ты правильно все делаешь. Но если это сарказмом... Слава богу, мне не хватает ума это понять. Итак. Это какое-то преступление. Против меня какая-то... Против меня какая-то пиар-акция, значит. Сергей, когда я говорил про раздачу с королем валетом, что все было сыграно грамотно, я говорил искренне. И в отличие от Константина, я никогда не обманываю. Даже за покерным столом. Хотя иногда все-таки приходится пытаться. Я думаю, что Константин в жизни тоже не обманывает. А вот за покерным столом это часть игры необходимая. Кстати, нельзя сейчас вылетать, потому что я еще на работу успеваю. Надо выбирать так, чтобы хотя бы рабочий день закончился. Тогда просто выкидывай. Да мы готовы здесь стендап посмотреть. А, ну единственное, что работает, это то место, где тебе дают деньги. А в таком составе за этим покерным столом... Кстати, за таким покерным столом, я думаю, что у Сергея будет боевая. Потому что, конечно, Константин и Иван более квалифицированы. Но относительно других своих коллег по медийному цеху... Вообще по-христиански. Сергей здесь, думаю, сильнейший. Хотя вот Александр Горячаник самый творческий, самый неудобный соперник из тех, кто сегодня представляет медийный мир. Вот видишь. Поздравил. Бабах. Найс хин. Найс хин. А мне, получается, нужно капитутировать по такой карте. 6.50. 6.50. Я уже не слышал. Буквально принял мои слова. Ну ладно, один раз только заплачу. Я там просто... Саша, Константин, не твой третий? Ой-ой-ой. Грязюка. Флэш во флэш, получается. Ну неужели второй раз Александр заблепует Константина? Ну нет же. Он правда ставил бэт-бэт-бэт. Не могу подстроиться никак. В интернете удобно, там у тебя кнопочки. Ну да, да. Вторую пару Константин уже выбрасывал. Неужели он и топ-пару выбросит против Александра? 13 тысяч, а пульс у тебя... И здесь совершенно точно Александр опять блефует. Кстати, важно было в начале игры запомнить, кого как зовут. Ты сейчас, возможно, Костя смотришь и думаешь, фига у него пульс 79, а то у меня. Не-не-не, я всех запомню, это хорошая память. Саша, 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 остались. Костя, видимо, тасс, да? Блин, близко просто к колу. Потому что у меня тоже король. Это очень плохая новость для тебя, да? Посмотрим. Посмотрим. Блин, я успал выкидывать против тебя. И снова проходит блеф Александра. Переигрывает, получается. Я тоже был король. А диапазона играть своего... У короля не было. И как будто... Спасибо. Там три пики были, если что. Просто, может, кто-то не заметил. Подъехал новость. Может быть, с... А, флеш? У меня просто даже пики не было, поэтому мне легче тебе эту пику, да. Когда я поднимаю свои две карты, и там нет пиковой, а флеш-дрозой проводится. Не блокируешь пику вообще. Да, как будто хочется верить. Верим. Получается. Я думаю, на этом моменте Константин уже выключил телевизор. Надеюсь, что не разбил монитор. Так что дальше могу говорить про него все что угодно. Он явно пребывает в жутком расстройстве, и дальше эту передачу не смотрит. Начало камбэка. Пас. Сверим часы. На самом деле, не могу долго сидеть. Ну, спустя, я встал, потому что у меня ноги уже тетёляля. Сейчас мы меня ногами. Пас? Пас. Кость. Очень любитель. Спасибо, спасибо, братья. Спасибо. Так, тебе нужно остаться в игре, ты помнишь? Да. Тогда кола тут нет. Холлэнда. Ты меня... Холлэнда. Я хочу тебя как люху протащить. Хотя бы ещё, чтобы ты подышал, пожил. Я думаю, что я должен подколить. Ну, если тренер говорить должен, и он у тебя в голове, это тренер. И голоса эти надо слушать. Твоя доска, твоя. Поздравил. Моя. Серёга не волнуйся. Восемьдесят восемь. Он даже три тысячи поставил. Три. Неплохой элит в такую доску. Но, Константин, тоже есть гадшот и бэкдорный флэш. Даже Иван пульс высокий, хотя он не в раздаче. Я бы ещё, знаете, чей пульс добавил? Дилера. Дилера, да. Это было бы интересно. Пульс дилера, да. Это интересно, да. Переживает ли она? Да, переживает ли она, да. Ещё можно болеть. Болеть сейчас ещё можно. Вот это будет пален. Я думаю, нет смысла смотреть пульс Яна. Здесь, как когда-то Василий Уткин сказал про Экира Косилиса, что это убийца с глазами убийцы. То же самое можно сказать про Яну. Она очень хладнокровная. Раздавать кулеры, подставы, бэтбиты – это её кредо. Так, ну, сколько у тебя? 20 есть? Ну, какая ты должна быть? 21. 21,700. Тогда вот так поставим. 8 тысяч на день. Ну, понятно, Константин ставит, чтобы выбить шестёрку, семёрку. У него часто есть туз. Это блеф с лучшей рукой. Но здесь абсолютно верная игра Константина, потому что обидно будет проиграть совпадению к какому-то маленькому. Ну, я думаю, что… У меня в покере есть пару друзей белорусов, и они вообще супер, супер, как это сказать, они вообще ни в чём в жизни влево не дают. То есть у них всё чётко, понял? То есть, например, колья, то у них самый вкусный. Всегда. Типа, если игра, то самая надёжная. Долларов, тут много крутых игроков, на самом деле. Да, кстати, да. Никита Бадяковский мой любимый. Ну, ещё. Артём Лосовский. Ну, Лосовский вообще, он ещё и очень, как это сказать-то, смотрибельный. Да, да, он очень круто на него смотрит. Вот это, кстати, тоже интересная информация от Сергея, потому что Артём Лосовский – это игрок нового поколения, он начал разрывать, ну, по крайней мере, публично последние полгода. Значит, Сергей следит за тенденциями, за играми. Ну, у Никиты – это легенда. Говоря о друзьях, я думаю, Константин имел в виду Вадима Липовку, тот постоянно играет. Кстати, что Липовка, что Лосовский – все эти ребята, так же, как и Константин и Сергей, могли бы выступать в стендапе. С чувством юмора у них всё очень хорошо. У Никиты, я думаю, тоже хорошее чувство юмора, но он куда более спокойный, менее такой разговорчивый. Шесть. Шесть. Игровка-человек. Что получится? Два банка. Валя? Конечно. Серёж. Валя, ты же. Надо пушить начинать. Шесть. Пол шесть. Пол. Ты сейчас двести, тогда большой планет. Двенадцать – это десять. Пасс. Пасс. Чек. Чест. Чет. Чет. Чек. 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 Ну, Лаша, здесь нет смысла блефовать. Какие-то там гадшоты соперника он обыгрывает, а десятку, семёрку, наверное, не выбит. Я просто думал, мы просто о зрителе пока в этих кровавых бойнях. Ну, даму бы он не поверил моим, конечно. Я, наверное, там зря нанесировал начало камбэка, да. Ну, нет, ну, у тебя есть зрители. Ну, может, это отложенный старт. Показывать им и подавать пример, что ты никогда не сдаёшься. Мы не сдаёмся никогда. Не, мы верим в Сергея. Поэтому вайп, вайп, правильно. Не могу сказать, что с детства за Феникс Сан, скорее, как моё поколение с детства за Чикаго Буллс. Пасс. Джордан тут свой уже Константин упоминал. Пасс. 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 Ну, вроде здесь Константин должен сдаваться. Десятка лежит наверху, и ты когда теми же пятёрками, все окажется, что десятку поставит. Он ждёт своего часа. Да, да. Каждый раз вот нервный даже. Мы блокируем флэш-дром и блокируем какие-то двусторонки. Там, 7-6. Вот она сейчас. Чиканная монета заплатила. Какой же план у Константина без позиций, интересно? Ну, давай 10. 10. Что? 108-ки с флэш-дром понеслось. Дама не испугала. Шестёрка уже вообще должна была испугать. Не испугала. Как Константин все касался. Как? Серёг. Тебе нужно моё профессиональное мнение? Нет. Ну, ты не должен мне не подсказать, но просто как-то поддержи. Стандап-тема. Накинь поддержки. Накинь поддержки. Накинь Луисов. 10 тысяч, да? Всего-то 10. В целом, как будто я ещё и блокирую стриты, прикинь. Ну, это вообще, это просто невыносимо. Хочется сделать самый гениальный кол в жизни и проиграть, как обычно, но это будет гениально. В этот момент, когда я кидаю фишки, это кажется будет гениальным колом. Я очень хочу, чтобы это был гениальный кол, но вряд ли. Прикинь. Нормально. Вау. Поможете? Делёжку хотел убить, а я не дал. Потому что я... Круто. Сэнки. Сэнки. Ну, оба сыграли безупречно, но просто... Да, могли бы быть в армии Дейенерис, что безупречно. Лаш, ты кто по мироскопу? Рак. Рак? Я Овен. Я Овен, я вообще никогда не выбрасываю. Мы видели, как Константин никогда не выбрасывает против Александра, но, может, здесь какие-то Телсы были, потому что для меня тут простой пас был на Терне. Ну, кстати, да. Ну, он по блокерам ставил, а я по блокерам калировал. У меня же был пиковый, у меня еще червовый туз был. Я флоп протащил, потому что червовый туз там кое-какой. Подавить человек не испугался. Да, но как те же Артём Лосовский и Никита Бадюковский упомянутый две минуты назад сказали бы, что когда у тебя блокеры на блеф, то лучше выкидывать. Вот блефовать по блокерам – это хорошо, что и делал Лаша. А если ты блокируешь флэш-дро, гадшоты, там стрит-дро, то как раз это скорее доводы за пас. Но еще раз скажем, Константин много играет вживую, и видимо, какие-то ритсы были, плюс интуиция. Потому что иначе до Ривера дойти невозможно. Не то, что кол на Ривере сделать. Там же кол. Там же кол. Вот он уже, вкус победы. А, оказывается, нет. Надо доиграть. Ваши слова. Чек. Чек. Даже у меня пульс поднялся. Такой фон. 4,500. 4,500. Этот чек как слабость воспринял Александр и пошел. Ну, мерчем это сложно назвать. Вряд ли мы здесь выбьем валеты, десятки. Хотя, если мы сейчас выбьем семерки, то получится, что... Ну, что такое мерч, да? Мы, с одной стороны, защищаемся против рук, типа король валет. Там валет 10. Да. Который скорее сами поставят. Но иногда можем выбить пару старше. Что будет дальше? Ну, это может быть и такой хитрый слоуплей от Леши, от Лаши, который делал рейс. Чек. Прошу прощения. До флопа. То есть у него может быть там корэ дам, фул тузов, туз дама. Он же так долго думал. Чек-чек. Да, и поэтому Александр сдается, ждет об ловушке. Чек-чек. Смотри, они вообще перестали что-то выбрасывать. Дальше хоть что-то выбрасывали? Сейчас вообще шестерки на такой доске. Ой. Нет, даму с кем, но мне дома 8. Это не Олвен. Все перестроились после перерыва. Да. Лаша тоже творческий игрок, как мы заметили, по раздаче 107. Видели от него тоже другие блефы. Ты просто перестал просто играть. На меня пока это вообще не заходит, к сожалению. Вот я защитил большой блайнд с тобой один раз. У меня там коннекторы были. Я подумал, что точно нужно это сделать. О, играть заставляет. Ререйс 8. Опа. Опять обратите внимание, Константин четко считал вот эти сомнения Александры. 8. Буду смотреть карты. То есть не то, что 10-9 разная подходящая рука для 3-бета, но он вот эти сомнения Александра интерпретировал именно как то, что тот действительно выбирает между пасом и розыгрышем руки, а не то, что там размер обдумывает. 2.650 могу поставить? Я не хотел так, может, идти на раз. Тогда 2.650. Да, клуб. Давай. Как будто я тебя уговаривал. Как будто покупаешь что-то на зоне просто. Тоже 7.650. Чек. Чек. Ну, здесь за чек, я думаю, Константин сыграет. Нет смысла ставить. Да, у него есть две пары, но флэш закрылся. Туза мы не выбьем. Выбивать пару-нибудь семерок тоже смысла большого нет. Чек. Играем под контроль. Я. Три. Три. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть, так чуть-чуть. Ну, три тысячи за такой банк заплатит Константин. Если бы Александр поставил здесь хотя бы тысяч десять, то мог третий раз быть заблефованным. Чуть-чуть. Его соперник. Штанга, кстати, на ривере была. Я десять семь червовую скинул. По естественным причинам. Ты зря разгоняешь свое состояние сейчас за такого, что ты... Я, кстати, не научился не расстраиваться тем картам, что я скинул. Когда я выкинул... Нет, это база с этого начала. Ну, типа, это же тупо десять семь колет. Поэтому зачем расстраиваться? Ну, на восемь тысяч. На восемь тысяч вообще, да. На восемь тысяч, когда у тебя два, а десять семь... Давайте поменяем, у тебя будет больше. Сколько? А мне, кстати, да, нужно блайнд проставить. Можно мы с моим другом обменяемся? С моим новым другом. Моему другу передайте, пожалуйста. Кстати, люблю вечерний покер. За то, что здесь всегда с кем-то познакомишься и потом начинаешь дружить. Мне кажется, Сергей в любой компании может с кем-то познакомиться и с ним будут хотеть дружить. У меня был такой состав, что там одни неприятные люди, когда я играл. Ну, вернее, нет, там были хорошие ребята. СТ, Дина, МС, Анатолий Цой. Кстати, про Дина, МС, Лаша говорил, да, что тот его в покер привел. Да, вообще в порядке. Дэн Петров. Вот это были хорошие парни. А там еще был некий такой бородатый дядя и в очках со мной в составе. Тоже комментаторишка. Вот с таким дружить не хочется. А была не была. Пас. А ты рисковый. Авантюрный, я бы сказал. Честно говоря, я думал, ты пойдешь. Чтобы тебя не смущать, я ушел в пас. Сереж, все для тебя. У меня была такая, которая подколить на большом можно, но без какого-то сильно большого рейза. Да, да. Типа два больших блайнда я поставил. Я валя 9, губовые скину. А, маня, у меня хуже было. Извините, пожалуйста, это фальстарт. Возрастной. Нормальная шутка, Сереж? Пропустил, сорян. Он говорит, вам 1200 еще рано оставить. Я говорю, фальстарт, пауза, возрастной. Вот так. Я не понял. Ну смотри, Серега. Серега, смотри. Вот у меня сейчас то же самое. Я ставлю блайнды, но раньше времени. Мне говорят, вам еще рано. Я говорю, это фальстарт, пауза. Возрастной. Хорош. Нормально. Я уже стендапер. Пап, я уже стендапер. Найс. Рейс 2500. Я вот такой стендапер буду объяснять свои шутки. Давно его на не было в деле. Да, да. Ты засидел. Свой стендапер. И без этого люди будут гаситься именно с того, что я объясняю. Не хочу. Так, надо подумать чуть-чуть. По факту, конечно, нужно пушить. Но я думаю, что никто не скинет точно. Оставляться неохотно. Первым словом надо было пушить, но здесь Иван открылся. Не сказать, что он суперагрессивно играл. Поэтому я думаю, что пас лучше. Были бы дамы 10 мастевые, то колл был бы рабочей опцией. С малого блайнда, как все чаще играют профессионалы в такой глубине. Колл. Колл. Дамы 10 разные, чуть хуже. Стандартно, ну давайте так. Мне кажется, сейчас чуть-чуть изменилась ситуация, что прям надо обязательно пушить. Можно и там, когда у тебя 12 блайндов подколить, да? Можно. Ну, в целом, можно даже тут, да, окей. Он голода был, заколил, попал, как будто пару воткнул. Ну, надежно, чтобы надежно распорядиться этим капиталом. Чек. Хороший чек. 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 Хороший чек. Блин, это сарказм. Вот сейчас я понял. А до этого было искренне. Да, до этого я верю. До этого было искренне, ничего не знаю. 1500. Ну, с такой рукой, когда мы 10 калируем с мало блайнда, мы играем, чтобы сыграть fit of hold, если покерные терминологии снова различные применять здесь. Зацепились бы как-то за доску, поехали бы. Как же тебе тяжело даются пасы. Очень тяжело. Видно, что все-таки ты был нападающим. А, нет, тебе даются тяжело пасы, значит, ты был защитником. Да, ты все плохое, получается, полузащитник. Ну, получается, да. Пасы плохо отдаешь. Такая сложная. По футболу. По футболу. 6500. Иван давит на четверку, на двойку, на рук типа тус-3, тус-5. Тус-5 вряд ли бы выбил, но победил тус-8. Саша, ты какую песню написал в бюллетене на предмет бюллетене? Какие интересные вопросы там были, на самом деле. Я еле вспомнил. Я просто из-за того, что в этой майке пришел, я написал, естественно, песню этой группы. Я начал открывать свой плейлист. Я тоже потянулся, но майку я увидел впервые. Я знаю, какая песня мне нравится, просто на английском надо без ошибок написать. Не, ну, у тебя на корж какой-то. Из улицы Сезанн корж. Типа малый ба взрослый. Страшно. Нет, на самом деле я очень люблю соул. И любимая моя певица это Шаде. Очень классная песня. Джезе был. Я не так вспомнил. Теперь элемент шоу. Давайте накинем. Элемент шоу накинем. Натягивай первую карту. Есть кол? Нет, я сейчас буду элемент шоу делать. Первая карта. По первой кол. Вторая. А он может использовать, да, вот это уже? Типа, покажи карту, например. Если что. Вторая. Как будто на 10 тысяч. Вторая пасса. Это просто элемент шоу. Поздравляем. Это просто элемент шоу. Я вообще изучал вопрос. Лорин Хилл. Есть такая. У нее же вообще в целом один альбом. И там говорят, самый засемплированный альбом у нее. Тогда М61200. Заметила, да? Засемплированный самый альбом. То есть очень много с этого альбома взяли на свои треки. Все другие рэпы, если там еще кто-то. Я удивился, что один альбом у нее. Очень крутой. Пасс. Там один с Греми выиграл. Что-то такое. Какая у тебя песня? Любимая песня? Ну, там ты указал. В бюллетене. Somebody that I used to know. Готу я знаю, что такое. Somebody that I used to know. А кто по-любиней пацан? Готье. А? Готье. Это особо то, что песня. Я просто очень плохо ее могу воспроизводить. Вечно. Вечно, на самом деле, прощай. Как в том старом анекдоте. Послушал эти Битлз. Пальшивят. В ноты не попадают. Голос отстойный. А где ты послушал? Да мне мой еще напел. Ну, а чего у меня нет такого, типа, любимый фильм, любимая песня? Мне тяжело всегда. Я в тупик. Типа, мне нравится много всего. Типа, топ-5, как он проще называет. Ну, да. Поэтому так, наверное, и стали спрашивать, потому что это реально в тупик. Я этот топ-3 придумал еще на 2008-м, когда ВКонтакте создавали, там, любимый фильм. Я тогда топ-3 создал, и на него я опираюсь. До сих пор, да. Мне недавно там на одной платформе попросили книги, типа, вот какой, значит, список литературы я бы мог посоветовать. Вот там я пять книг указал, мне было легко. Ну, чтобы сыпкали одну, я бы прям долго думал. Можно сделать вывод, что Сергей прочитал как минимум пять книг. Я думаю, что это уже в современном мире близко к рекорду. Нужно напиться. Напой, пожалуйста. Опасная песня? Да. Вот вряд ли знаешь. Ну, я хотя бы буду понимать диапазон. Только ты же говорила, мама, сразу, что это не любовь, это за раз. Ча-ча-ча. Да. Класс. Хорошая песня. У меня фобия образовалась, когда... У меня жена любит кароки, я ненавижу. И, короче, у меня фобия образовалась, что моя жена, когда я пошел на уступки и пошел с ней в кароки, что она не успеет спеть. Вот такая фобия у меня. Знаешь, ну, типа, кто-то выкупал вообще песни до утра, и ты такой, твоя жена не спела, а ты как бы компромисс сделал и пришел в кароки. Так, ребят, все, давайте поживи, начнем. Итак, так. Раз-четыре. Я вот вообще не умею петь, но у меня есть одна песня, которую я пою идеально. «Луч сонца золотого». Ну, там не сложно, мне кажется. Ну, как? Не сложно. Получится. Вот, мне, причем я не умею петь, но я пою, как, знаешь, пародию на Магомаев. Это же Магомаев или Ануфриев пел в мультике? Бремовский музыкант, понимаете? Да, по-моему, там, по-моему, часть песен Ануфриев, скорее всего, больше слышит. А когда там идет «а-а-а-а-а-а-а». Да, и вот я типа, с точки зрения пародии, у меня немножко получается. Но вот сам я вообще не знаю. послушал выступление Сергея. Вокальные. Можно даже без инструментального. Вы у нас в повышении звали, да? Оу, е! Вань, ну а у тебя какая песня была? Да еще ты крыльцой украл. Крыльцой? Да. Крупа на руках. У меня большая? Не знаю. Никто не знает, Сереж, ты первый раз здесь. Ну, 33 годика это много. Так, кстати, 800-1600. Комони, некоторых нет. Я вообще хочу в старости играть в покер. Жан-Нуэль Торель, да? Да, это гуд плэн. Это же вообще классный тип. Я бы с Роналду хотел поиграть. Я как раз, я тебе указывал, с Роналду. Который... Ну, не Рональдинио, а Роналду. Гуэру еще знаю играть, Наймар играть. На Наймару даже... 3200 рейс. 3200 рейс. 121 сердцебель. Роналду, который зубастик, оригинал, как-то на турнире на Багамах прошел очень далеко. Была телевизионная трансляция. В Бразилии била все рейтинги. По-моему, он там в топ-30, что ли, добрался. Но он сидел все выбрасывал, играл очень аккуратно. Это может быть, конечно. Там вообще он может сейчас... Даже мог не смотреть карты, мне кажется, и поставить. Там как бы... Широко, может быть. А мы... Тем более вы вдвоем. Но, с другой стороны, мой ЛВ не станет еще никакой проблемой для меня. Наверное, посильнее нужно дождаться. Скажи, а что у тебя было? Хорошая информация. Подожди. Подождем. Подождем. Вот где она песня. Мне кажется, там может быть широко прям. Вот какую песню она была укает. Подождем. Подождем. Твою карту. Подождем. Твою масть. Твою масть. Твою масть, да. Это хорошо. Наше я, наше флит-карту. Подождем. Я могу уже ставить? Или пока рановато? Пока рановато. А может, ты порой на что-нибудь поставил? Пас. 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 Олдин. Олдин. Ты мне свои карты зачем передал? Да, у меня только другая масть. Король-3. Теперь ты вводишь. И у меня просто тоже были король-3. Кто раздать? Да. Как эта игра называется, когда законтачить надо? Сиф она вызывала? Ну, типа, да. Салочки, Сиф. Сейчас я, походу, буду. Ну, да, кстати. Король-3 пошел. Серега, видишь, тебя сохраняют. Да, я пока не преувеличиваю, да, но и не проиграю. Не калируют тебе. Ну, Сергей этот час играет абсолютно верно. Держи. Окей, может, там есть шероховатости. Здесь, опять же, моментальный олдин с малого блайнда. Но большой, с валют 9. Ну, давай, если вы где-то можете поспокойнее посадить. У меня будет 20, потом 40. Тоже мало, но... Чуть более играбельно. Можно ставить олдин. Ну, на самом деле, можно. Даже не смотрел карту. Прикинь, вот выкидывай, там... Вот я сейчас не сомневался. Ладно, одну посмотрим. Сейчас посчитай, сколько у меня блайндов. Хорошую. Тоже тракт был. Делили. Сейчас 1600, да, 19. То есть у меня там... Сколько у тебя блайндов? Вот сколько у тебя блайндов? 12. Ну, короче, да. Астель. 19 тысяч. 19 тысяч? Жить можно. В каких-то стадиях турнира идет раз блайндов, это прям релично. Нет, 13. Пас. Мне тоже неплохо. Еще карточки есть, не забывай. Пас. Слушай, Маккард так и не воспользовался. А блайнди только стоят. О, здесь вообще выставление может быть. Кул. Ну, хотя сколько там эффективные стейки. 40 больших блайндов. Делили? Потому что должен... В фигурном катании. Должен поддерживать. То есть если человек просто восковать будет, а ты его кидывать, то игры не будет. Фулл с флопа. Александр, хороший чекбэк. Еще отвечать надо. 5500. 5500. Знаешь, это старомодные фразы из покера. Отвечаю. Твои две и мои четыре сверху. У Ивана есть гадшот, но его смущает здесь чекбэк. Вышел король. У соперника часто есть король. Можно вполне сдаться по такой линии. Вот такой вот. Заблифовался. Такой же он. Полный дом с самого начала. Убийца просто. Фулл хатта. Просто убийца. Почему ты решил газануть сейчас? Ну, просто так. Так захотелось. Сейчас он газы, что она в флоп попадает. Что-то узнал. Саша, что-то узнал. Даже специально для тебя чекнется. И в синий угол клетки приглашается. Александр опять все грамотно сделает. То есть делает. Он сейчас показал свою выигрышную руку. Суперсильную. И это называется отличие работы на имидж. Мог бы хотя бы за нас волноваться. То есть когда он блефует, он своей карты не показывает. Когда у него сильного он показывает. И ты в глазах даже такого профессионала, как Константин, возникает впечатление, что Александр играет строго по карте. Братья, поддержите, пожалуйста. Кто, чем может, пожалуйста. Завтра отдам. Все, без проблем. Поддержим. Как раз сюда приедете. Сегодня вернешь? Завтра приеду. В 12 часов дня как раз вот отдам. Так, какой флоп нам приготовленный? Как будто мне подошел. Трайне так, что так. Как дела? Это отлично. Ну что, мужчины, как разберемся? Четыре такая. Через четыре. Давайте незаметно через четыре начнем, а потом раскрутим этот маховик. Кол. Конечно, кол, господа. Конечно. Инст, инст. Я в теплой ванне, как никогда. Фритфлэш с отлопа. Или я не разбираюсь в комбинации. Сорчок. Че? Хороший че? Четыре. Четыре. Плохой бет. Так, что же делать? Хороший че и плохой бет. Кто я? На какой стороне? Сумасшедший рай. Как будто кол. Кол. Как будто файк надо. Ваня в шок. Конечно. Пятнадцать. Рэй, пятнадцать. Ну, это кол. Кол. Хорошо же общались так. Великолепно, я сказал. Хас. Сжег пятерку, просто сжег. Пять. Ну, пять тысяч придется оплатить. Пять. Ну, мы еще можем, кстати, бить какие-нибудь король восемь, восемь семь. Ну, посмотрим, пять. Такая доборная ставочка, да. Доборный блок бет. Встретились как-то туз восемь и туз девять. И туз девять говорит туз восемь. Четыре. Потом натерный говорит чек. Если бы еще там на ревере тузик валит, то там нормально. Могли, да, улететь. Да. В кювет. Так, ну, надо удваиваться Сергею. За него переживаю, как за Сергея. О-о-о. Вот как раз с такой рукой очень много фишек Сергей проиграл у нас в первом часу. Посмотрим, как туз король к Александру отнесутся. На семь тысяч. А ты горячий. Ты думал, как бы пафосно. Да, это было супер пафосно вообще. Это прям брутальное пускало даже было. Это просто кол. Старый добрый кол. Пожалуйста. Не шутил про Кока-Кол? В голове мне было. Любопытно. С двумя дамами дает плоский рейс. 2-2 такой стандартный, профессиональный Александр. Ну, я, что он пока не профессионал. Но, как и он, и его супруга Эльвира не раз говорили. Они покер любят, смотрят различные записи. Иногда играют. А туз король, да, дает большой. Ну, есть такая, в принципе, стратегия у непрофессионалов, что с готовой меньше, с ней готовой больше. Туз-2, что ли, одному основу таких. Одно здесь надо платить. У нас оверкарты, у нас бэкдорный флэш. Да, там часто кармашка по такому розыгрышу сыграл колда флопа и поставил первый на таком абсолютно сухом возможном флопе. Хороший класс. Но, по факту, был позади Александр. Хороший класс. Двойка была-то хоть нет? Что? Двойка была, да нет, конечно. Они все здесь были. Сереж, ну, унывай, Сереж. Не унывай, жду какую-то карту. У тебя же недавно день рождения было, получается? Ну, нет, но когда люди будут смотреть, возможно, да. Ну, короче, у меня в августе даже зима. Ты такой предлев, получается? Нет, я прям лев. Прям лев. Ты только что говоришь, что ты рак. Это я. Нет, это нет. А, ссорьки. Блин, это значит у тебя будет день рождения. Да, до 19. А реально Константин путает соперников. Ладно, все, вы мне надоели. Эти 7 тысяч ваши 5. Рейс 5. Не могу 7 тысяч, это ну. У меня это как бы... У меня есть подходящая отметка. Более-менее неплохая карта. Но это же не кола точно. Это не кола? Рейс? Да нет. У меня вообще нет опции кола никогда. Да, Рейс. Это кола. Ну, это пас. Пас. Может, ты. Что поделать? Еще круг. Блайнды не буду ставить. Можно что-то подумать, поискать. Так, блайн-2600 поставил. Саня, 800. Прикольно, что три штуки еще и током били, да? За неправильно. Подклонение, а правильности раздать. Кстати, хорошая идея. Предлагаю профессионалам подключить. Но так Константин все равно отскочит. Я хочу мстить сопернику. Например, если он тебя выиграл, ты можешь заказать карточкой, а тебе удать током. Мне кажется, если игрок выбыл, и у него сохранились карты, то они должны кому-то перейти. Тот, кто его выбил, тот новый проиграл. Как шансунг, забираешь его. Да, это твой трофей. Да, норм. Мы такой вариант обсуждали, но посмотреть карту – это слишком грозное оружие, поэтому должно лишь раз за игру быть использовано. Будем смотреть по одной. Смотрим по одной с Константином. Первая. Плюс-минус. Первая валет. Вторая вообще не очень. Я пас. Гаданик, я первую посмотрел. Видимо, двойку. Правда, правильность. Придумай загадку посложнее, что еще раз. Вот сейчас я был не прочь. Наверное, что получить кол. Ну, хотя бы пару было, более-менее. Не, ну, если тузов были, то ты плохо сыграл. Не, тузов не было точно. Тогда все хорошо. Спасибо. Мне кажется, у него прохладно. Свежо. Это из-за Сереги, потому что он фрешмен. Я уже лет десять как фрешмен. Вау. О, май гад. Да ничего особенного. Что там? Тысяча шестьсот? Ну, четыре. Но мне бы было страшно играть после такого вау. Да ничего особенного. Четыре тысячи. Нет. Повыше. Да. Зато из кол. Поболитесь. А вот Константин в это вау как-то на малом бланде не очень поверил. Я просто на малом бланде ни разу почти не играл. А, окей. Тогда окей. Так. Больше слова. И сразу через лид. Напал. Блин, это что такое опасно. Да. 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 Здесь что, может играть за маленький сайс Константин? Давить минуту есть сейчас. Семь. Ну, он играет практически за 50%. Хм. Лаша не сдается. Мы здесь уже тузов, королей там хотим напрячь. И имея ауты на усиление даже против них. Ну, здесь уже чек. Потому что тут мы уже овер пару не выбьем. Перекупил. А я трогаю. Натерли будем объективно, кол от Лаша был лишний. Ну, на флопе еще рабочий. Любимая карта Алекса Заза. Что он? Азэ, типа, тут три. А К3 это КЗ, Казахстан. А 10-3 это КЗ, получается. Римский. Ну, римский никто не поймет. В покере, типа, десятка, она пишется как Т. Да, да, да. Т3. Типа такой танчик маленький. Такой. Ну, гусеница у него прям гусеница. На дэнди, который. Реально гусеница. Или маленький терминатор в Т3. Да, сейчас загляну. Ты не играл в дэнди в ловитка в танки никогда? Это, кстати, очень прикольно. Прости, пожалуйста, что я обрубил твой вопрос. Твоя позиция. Я просто вот эту карту указал как любимую карту. О, макия. И как будто бы логично снять заулынницу. Но я придаю любимую карту. Ну, ты ж не... Потому что я понимаю, что я ерунду какую-то. Смотри, Сережа, я научу тебя это прорабатывать. Ты же не клялся и как бы в преданности, окей? Конечно. И поэтому... Тем более я там... Уже я световое написал, а тут все об этом. Все по-честному. В нашей передаче моду на J7 ввел Анатолий Цой. Он с Нине Скалына выиграл в том самом сезоне, где Илью Городецкого в финале призвал к ответу. Четыре тысячи. Раз четыре. Он сейчас смотрит как на меня. Тебя отчеток смотрит. Сказал как географ. Сказал как географ. У меня вся карта. Наш географ иностранец. У меня вся карта. Я иметь вся карта. Я иметь играть. Две тысячи. Две. Ну, флоп нашему диапазону не очень подходит больше за большой блайнд. Но у нас настолько слабая рука, с которой мы напали, что уж лучше сюда продолжим. При этом, видите, туз четыре не выбиваем. Чек. Ну и сдается Иван. Чек. Чек. Он видел, как до этого лаша с король дамой платил на доске 4, 5, 6, 7. Двенадцать. Двенадцать. Ну да. Пас. Пас. Когда Михалкова спросили, как фильм назовет. Сказал двенадцать. Есть списки любимых фильмов. Мне кажется, вообще фильм сделан исключительно на актерской игре. Да, там актерский состав лютый вообще. Там они просто, там даже, да, даже тоже Михалков он там так отыграл тоже сильно, мне кажется. Так, 800, да? Я до сих пор помню одну фразу с этого фильма, прям ярко. Но понял я ее только 40 лет. Потом перерывы расскажу. Тебе 40 лет? Ну, может и нет. Может, я блеф. Выглядишь сильно моложе. Так меня же загримировали. Так-то я маленький. Азиат. Я говорю, мне под 17-летнего сделать? Тинейджера какого-нибудь, сделайте из меня. Такой фрешмен, рэпер какой-нибудь, типа О'Джей Будды. Какого-нибудь такого. Легкий, стимулирующий ваше желание заколить рейс 4200. Рейс 4200. Но обычно гримируют как раз наоборот под более взрослого человека. Если говорить о пранках в так любимой Константином и Сергеем баскетбольной тематике, вон там профессиональные баскетболисты на площадку приходят, загримированный под дедушек. Ты как этот... Железный человек, а я человек-паук молодой, который... Мы с тобой в городе наделаем дел. Ой-ой-ой. Что, карту смотреть будешь? Посмотри, пульс у меня падает. Обе используют сразу. Посмотри, пульс на мой. Можно обе сразу? А так можно карту смотреть, да? Сейчас можно карту смотреть? Да, можно. И одну открыть. Ну вот крутить дважды я могу использовать, когда уже увижу. Ну да, когда Олен колл получил, ты крутить дважды можешь убрать. А поставить карту можешь прямо сейчас. Ну я могу быть позади, но я и не могу, наверное, не поставить Олен. Олен. Ну, Серёг, тоже выбросить не могу. Если что не так, вдруг колл. Ты сдам эту скорую карту больше? Нет, ты что? Ты тут смотришь? Да. Нет, у нас монетка с тобой. Так, ну у меня, наверное, крутит дважды есть смысл, да? Ну, ты рискуешь вылить. Я же просто... А я нет. Как минимум. Ну давайте. Можешь посмотреть карту? Ну что, два товарища. Так хочется ещё проиграть. Мы за Сергея. Ну, Константин, думаю, с нами. Сергея мы терять не хотим. Ну, вижу десятку, честно говоря. Сам себе ауты сам себе подрезал ещё, если что. А мне сейчас десятку выгодно ловить, потому что я эти аутов забрал. Сейчас десяточка, я такой. Так, Сергей остаётся с нами. Ну, второй проиграю, скорее всего, кажется. Нет. Стриток какой-то? Ты как бы долго копил мам, но я бы на тебя поставил сейчас, что вторая тоже твоя быта. Ну и для шоу-то хорошо. Согласен с Константином. Да, мне понравилось было бы неплохо. Ноль пик. Ноль пик. Вторую ещё можно поделить, получается. Ну, сложно, там две пики на первой доске лежат. Давай делить. Шестёрка или пик. Пока не поздно. Или Яна скажет, что для неё ничего невозможного нет. Ооо. То есть я в плюсе ещё ушёл. Да. Ты свои сын знаешь, ползакай его. Да. Ну, получается, вообще зря карту использовал, но кто же... Ну, три четверти Сергей забрал, и в ситуации просто половину стэка Константина надо. Ну, не того, что перед ним в целом стоит, а половину той ставки, которую он к Яне подвинул. Посмотрите, за 10 карт сколько пик вышло. 18. Да. 18 всё-таки. Это тоже, мне кажется, что мы давай. На Серёге как будто не жалко. Спасибо. Я тоже так подумал, как сильно свечал. Кош, там подкручивает уже в мою сторону. Ну, а чё? Ты даёшь... Два. 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 Старые друзья. Так, ну, мне кажется, что это всё, если смотреть на часы. И получается, что Константин с Иваном у нас разрывают, но на такой ударной ноте заканчивает этот отрезок и Сергей, а значит, он по-прежнему с нами. Продолжение следует...